Приветствуем вас, дорогие друзья! С вами программа «Влияние». Меня зовут Юлия Чернецкая, служение One Global Hope. И в этом эфире со мной сегодня Ольга Музычук, служитель с большим стажем, более 18 лет. И один из пасторов, вместе со своим мужем, ты являешься пастором М.С. Черч, город Сакраменто. Ольга, приветствую тебя! Привет, Юлечка! Привет, моя хорошая! Приветствую! И сегодня мы будем делиться теми откровениями, которые Бог вложил в наши сердца. И наше желание и молитва, чтобы Господь говорил через это слово также в ваши сердца, и чтобы вы получали большое благословение. Итак, мы начинаем. Олечка, я еще раз тебя хочу поприветствовать. Я очень рада быть сегодня на этом эфире вместе с тобой, зная, какая ты Божья женщина, и сколько Господь вложил в тебя, и как много и мощно Он использует тебя уже на протяжении многих лет. И сегодня мы будем двигаться в направлении нашей беседы, чтобы служить, наверное, больше женщинам, да, этим словом, которое мы хотим преломить в этом общении. Потому что, да, мы видим то, что происходит сегодня в мире, какая ситуация, какая обстановка. Мы видим даже сегодня в эти дни то, что происходит в нашей стране, в Америке, как все начиналось с этого вируса, что сегодня какие беспорядки происходят. Но для тебя, вот как для Божьего человека, который слышит Божий голос, который является женским пастором и служителем на протяжении уже многих лет, я думаю, Бог говорит в твое сердце, Бог вкладывает в твое сердце, как Он, что Он хочет от нас, как от женщин Божьих, и вообще от женщин, которых Он когда-то спас, которых Он когда-то призвал, на которых Он когда-то просто помазал, и которые имеют это призвание в Нем. Какая наша роль вот в эти дни, в это время, которое мы сегодня, с которым мы столкнулись сейчас. И ты знаешь, я хочу вот с тобой поделиться и с нашими зрителями, будучи еще в феврале месяце на одной из американских конференций, куда нас пригласили с мужем, это было 4 февраля, и Дух Святой просто проговорил тогда в мое сердце, и Он сказал следующее, что сейчас идет отбор, Бог избирает людей на помазание, на наделение их такой силы, которой не было еще до сего дня, потому что впереди тяжелые испытания, и Ему нужны люди, сильные в духе, которые будут стоять за Его дела, и которых Он будет, просто через них Он будет свою волю как бы исполнять, являть свою славу на этой земле. И ты знаешь, мне бы хотелось вот заострить свое внимание на таком моменте, что все-таки мы, как мы говорим о женщинах, хотя я приглашаю и мужчин к нашей беседе, чтобы они тоже знали, что сегодня в сердце Божьей женщины происходит, чтобы мы не разделяли друг от друга, не отходили далеко, но были в этом единстве Духа, потому что, как мы знаем, в день Пятидесятницы Дух Святой, он не сошел только на мужчин, он сошел на всех, кто был тогда на том месте, и о чем это говорит? О том, что все мы, как мужчины, так и женщины, мы приняли эту силу Духа Святого, чтобы быть свидетелями на этой земле, на тех местах, где каждый из нас находится, там, куда Бог нас посылает, и в той сфере влияния, которую Бог для нас определил на это время. Что в твоем сердце по этому поводу? Что ты можешь сказать? Ну, спасибо за привилегию быть сегодня здесь, я очень рада. И в моем сердце, ну, как бы, звучит Божий призыв уже больше 20 лет, и ничего не изменилось. То есть просто сейчас это видение, это призвание, то, к чему Бог призвал нас как женщин, оно еще больше громче звучит, потому что я понимаю, что мы живем в очень такой пророческий период. Что я имею в виду пророческий период? Когда Бог снаряжает и мужчин, и женщин, и у нас просто разная функция, но одна миссия. Я хочу еще раз это определить, что у нас мы работаем на одну цель, мы работаем на одну семью, на Божью семью, на нашу семью физическую, но у нас разные функции, и поэтому Бог женщину никогда не призывал занимать позицию мужчины, или еще что-то, у нее есть своя функция. И если она свою функцию выполняет правильно, этим она помогает мужчине, и этим она исполняет также волю Божью. И что Бог вообще ко моему сердцу говорил на протяжении всех этих лет? Чтобы исполнять ту функцию, которая открыта в Библии, чтобы мы были помощниками нашим мужьям. Помощник — это не тот, который сидит и только ждет команду, что помогать. Я не знаю ли, ты когда-нибудь вела какой-то бизнес, было время, я вела бизнес, и я знаю, что помощника ты не нанимаешь такого, которому ты должен сказать, сейчас встань, вот это принеси, это подай. Это не помощник, это бремя, знаешь? То есть помощник — это тот, который ориентируется, вот он с тобой в одной команде, то есть он просто не занимает лидирующую позицию, но он понимает, что нужно делать, и в этом его помощь, что он ориентируется. И поэтому часто женщины, они занимают такую позицию, что они что-то ждут от своих мужей, они ждут какой-то команды, вот он сказал мне с детьми помолиться, я это сделаю, не сказал, я не буду, то есть такая пассивная. И это не Божья женщина, это не позиция Божьей женщины. А женщина Божья — это та, которая имеет отношение с Иисусом Христом, и она знает, что она должна делать. И я сейчас верю, что Бог как никогда раньше хочет, чтобы каждая женщина, независимости, она просто мама, потому что я тоже мама, и ты мама, ты жена, даже если ты не занимаешь никакую позицию в церкви, это не меняет ничего. То есть если бы у меня не было призвания быть служителем в церкви, я бы всё равно делала то, что я делаю. То есть ты у меня забери этот титул, я всё равно буду делать то, что я делаю, потому что не позиция меня к этому призывает, а Божье Слово. И я верю, что Бог хочет прежде всего пробудить нас как женщин духовно к другому уровню. И я заметила, что сезоны очень быстро меняются. И сезон в духовном мире изменился. Уже ничего не будет так, как оно было. Ни служения наши не будут так, как они были. Ни экономика не будет такой, как она была. Я сейчас не говорю, она будет всё плохой. Я просто говорю, она не будет такой же. И нам надо адаптироваться в этом новом времени. А как адаптироваться? Только через слышание голоса Божьего. А чтобы слышать голос Божий, мы должны вернуться в молитвенную комнату. Мы должны вернуться к тому, чтобы быть чувствительным, что Бог делает сейчас. И вот моё разумение, это лично моё откровение, в которое я верю и этим делюсь, что сейчас время пробуждения. Пробуждение от сна, пробуждение от лени, пробуждение к серьёзным молитвам, пробуждение к тому, чтобы мы понимали, что нам нужно делать с нашими детьми. И это не перелаживается на церковь или служителей церкви, а на каждую маму. То есть как мы воспитываем наших детей. Я заметила даже вот у меня как бы старшие дети и потом чуть-чуть между ними разница и чуть младшие дети. Как я взращивала моих старших детей и младших, это совершенно другая атмосфера, совершенно другой опыт, совершенно другой подход. То есть ты не можешь сказать, что ты что-то знаешь, потому что время изменилось. изменилось время. Я верю, что Бог сейчас призывает нас, как женщин, к многим постам, к молитвам. И вот просто такому, знаешь, как awakening. То есть когда вот ты проснулся, я вот утром, когда просыпаюсь, я не утренний человек. Для меня утро — это прям реально, мне себя надо будить. Но потому что я вот вечерний человек, да? Даже все откровения от Бога, и Бог со мной разговаривает только ночью. Мой муж шутит, всегда говорит, ну Бог же, Бог света. Что Он во тьме тебе говорит? Я говорю, нет, у Бога всегда, утро, Бога всегда день. Но это просто вот точно так же, как человек спит, он может слышать там шорохи, да, какой-то звук, но он не alert, он не в состоянии, что он что-то может сделать. Он слышит, ну знаешь, такое все заторможенное. И вот то, что Бог мне показывает, что сейчас время, что многие люди, они как бы, они духовно не мертвы, но они спят. Но время пришло проснуться каждой женщине и начать молиться. И то, что Бог мне начал говорить, вот последних где-то полгода, Он сказал мне, говорю, Господь, какая твоя миссия для меня? И Он сказал мне, возвратись молиться за своего мужа и за своих детей. Я думаю, Господи, ну я же всегда это делаю. Нет, вот как самое главное. То есть нет разницы. То есть я думаю, Он сейчас мне скажет, там, эту конференцию проведи, ту конференцию проведи, да? А Он все равно возвращал меня в семью. И я понимаю теперь, почему. Потому что теперь я вижу время, вижу вызовы, которые стоят перед моим мужем, знаешь, даже как служителем. И я понимаю, самое лучшее, как я могу ему помочь, это за него молиться. Знаешь, не молитвой, которой я все знаю, Господи, дай ему это, дай ему то. Нет. Молитвами, которые от него. И я скажу, это совершенно другие молитвы. Вот как я начала молиться. Когда Бог просто дает тебе, дай ему смелость, Господь. Дай ему просто новые силы, Господь. Открой ему видение, пусть оно будет более четким. То есть мне казалось, да он уже и так видит столько много. А Бог видит, что еще нужно большее. Понимаешь? И я верю, что это же не только для наших мужей, это для каждой жены. Плюс наши дети, они с такими вещами сталкиваются. Время сейчас тяжелое. Очень тяжелая атмосфера, в духовном мире для наших детей. Но когда мы молимся, Бог дает нам разумение. Понимаешь? То есть ты знаешь, о чем говорить с твоими детьми. Есть вещи, которые ты приходишь, и Бог тебе открывает. Я вот недавно пришла к моему сыну, младшему, и говорю, он мне говорит, ты откуда знаешь? Я ему в деталях все рассказываю. А я не могла это знать. Потому что я молюсь, я говорю, Господь, мои дети будут служить тебе. Мое потомство будет служить тебе. Пробуди меня на том уровне, где бы я могла разуметь, что ты хочешь делать. И вот этот момент, который ты сказала, что он будет давать силу готовым. А как Бог избирает готовых? Мы сами ставим себе позицию готовых. Правда? Когда мы начинаем искать Бога. Это жажда, которая у тебя внутри, и на эту жажду Бог изливает. И вот знаешь, мне очень нравится то, о чем ты сегодня говоришь, потому что это просто гремит в моем сердце. Это откликается настолько. Это то же самое, что Бог вкладывает в мое сердце. И даже сегодня утром, вот я размышляла о том, о чем ты сейчас говоришь, это как мы, как женщины, мы должны подняться и встать за наши семьи, за наших мужей, за наших детей. Знаешь, мне часто женщины, вот они выходят замуж, девушки молодые, да, они выходят замуж, и они ко мне приходят и говорят, вот я ожидала, что мой муж будет более горячий в служении, или горячий к Богу, или он будет вести нашу семью, знаешь, вот как священник, а этого не происходит. И я всегда говорю, дорогая, ну это не повод для того, чтобы разочароваться в своем муже, это не повод для того, чтобы как-то твои чувства к нему поостыли, охладели или изменились. Это повод для того, чтобы тебе самой, как женщине Божьей, встать в посты, встать в молитвы за своего мужа, за своих детей. И по твоим молитвам Бог будет менять атмосферу в доме, Бог будет менять отношение твое к твоему мужу, к твоим детей, и муж твой будет на молитвах твоих подниматься, и Бог вложит в его сердце это желание. То есть это наша женская прямая обязанность, и как мы уже говорим, неважно, на какой платформе или в каком окружении женщина находится, или она исполняет величайшую функцию, она мама своих детей, она несет это служение в своем доме, или это женщина в бизнесе, или это женщина в служении в церкви. Какую бы территорию тебе не дал Господь, какую бы сферу влияния Он тебе не дал, это твое место, это твое окружение, где тебе нужно служить, и не ждать, что придет другое время какое-то, и меня Бог куда-то пошлет, или Он мне что-то откроет. Нет, там, где ты сегодня, это твое место, куда тебя поставил Господь. И особенно мы с тобой говорим сегодня об этом времени, в которое мы живем. И ты знаешь, я служу много женщинам уже не один год, уже много лет, и на женских энкаунтерах, и в молитвенных, ты знаешь, тоже немножко, да, служениях. И у меня всегда в сердце такое желание поднимать, поднимать, вдохновлять женщин, служить им. И я как-то задала Господу вопрос, знаешь, ну почему вот спячка, как ты говоришь, проснитесь от этой спячки, освободитесь от этой лени, ну почему такое вот состояние внутреннее у женщины. И ты знаешь, мне вот буквально недавно Бог дал такое слово, да, или откровение, или вот немножко меня вот так повел, и просто мне пришло такое слово в мой дух, что чтобы, это мы живем время последней жатвы, да, мы живем во время пробуждения, и если кто-то ждет пробуждение, откуда оно придет, где оно начнется, когда оно, да оно начинается с нас, оно начинается в нашей тайной комнате, Бог будет изливать Дух Святой, Его помазание, силу и славу на твое жаждущее сердце, и от тебя это пробуждение уже пойдет на твою семью, как я уже сказала, на то окружение, в котором ты находишься. Не нужно ждать великих проповедников или каких-то служителей с большими именами, чтобы это пробуждение началось. И больше того, я верю, что это пробуждение будет и начинаться, зажигаться будут эти огни именно вот в таких местах, где тебя никто не видит, только Бог и ты, и Он будет тебя помазывать, и Он будет тебя поднимать, Он будет тебя просто наставлять и вести уже в силе Духа Святого. Просто приди в эту комнату и скажи, Господь, вот я, я готова, просто излей на меня твой Дух, излей, я твоими хочу быть руками, твоими устами, я хочу говорить, сама быть наполнена тобою, и просто переливаться этой живой водой в других твоих дочерей и быть благословением для них. И ты знаешь, вот возвращаясь... Можно я добавлю вот такую мысль, вот как я увидела, как Бог пробуждает, да, вот мы говорим сейчас о пробуждении и о тайной комнате 100%, но знаешь, Юль, какая реальность, что пробуждение приходит, это может быть в служителях вот так начинается пробуждение, да, что они идут в тайную комнату, понимают это, но в основном, знаешь, как люди пробуждаются? Пробуждаются не только от жажды, иногда пробуждаются, когда уже реальность их застала, когда они пробуждаются, смотрят, что ты к ребенку слово, а он тебе назад 20, то есть ты уже видишь, что у тебя нет влияния на твоих детей, когда мы видим, что если мы раньше, многие люди думали, ну хочу, хожу в церковь, хочу, не хожу, пришел время, когда ты хотел ходить в церковь, вот как было во время карантина, то есть люди звонят мне, ну когда церковь откроется? И мне прям так и хотелось сказать, слушай, да я последних два месяца не видела, когда ты была в церкви, то есть то ты на Хавайях, то ты там, то ты сям, а когда закрыли здание церкви, человек хочет, и очень часто пробужение приходит, и когда Бог не может к нам достучаться через молитвенную комнату, он стучится через обстоятельства, это то, что происходит сейчас, уже ситуация сама в стране, даже самый спящий, он уже проснется, когда ты думаешь, что ты говоришь, как ты выходишь на улицу, что происходит, то есть в нашей стране сейчас такая ситуация, если это нас не пробуждает, я не знаю, что может пробудить, может быть, когда уже с дубинками кто-то, вот эти протестующие, прибегут в твой район, и ты им замолишься, но я не думаю, что это главная воля Божья, чтобы мы пробуждались так, но некоторых Бог и так пробуждает, знаешь, когда жена, она не молится за своего мужа, и потом приходит, измена, беда, и вдруг она пробуждается, подожди, а где ты была раньше, где ты была раньше, когда, ну, что-то происходило в твоем доме, и ты не видела, то есть охлаждение, уже не было молитвы в доме, воскресное служение, мы не бежим в церковь, на молитву мы не бежим, и вот эти моменты очень-очень важны, как Бог пробуждает, очень часто Бог пробуждает нас тоже через обстоятельства, и тогда человек начинает понимать, вау, как я не жаждал Бога, и он начинает ценить тайную комнату и бежать туда, молиться, потому что он понимает, что без Бога он не может спасти своих детей, без Бога он не может увидеть то, что мы хотим, потому что иногда мы просто как женщины, вот я по себе скажу, у меня тоже был такой период, я вышла замуж за человека Божьего, то есть он всегда был для меня лидером, но был момент в моей жизни, когда мне казалось, вот он не столько молится со мной, как я хочу, он не дает мне такое направление, как я хочу, понимаете, ну может муж сегодня мой посмотрит, скажет, когда это было, ну то есть у нас женщин есть такое, и знаешь, что я поняла, вот скажу, чисто мое свидетельство, что иногда мы так говорим, потому что мы сами не встали в позицию, чтобы наш муж мог нас вести, понимаешь, потому что мы от него что-то ждем, я помню, когда говорю, Витечка, ну вот это он мне говорит, слушай, ты меня напрягаешь, я не могу с тобой молиться, ты всегда что-то от меня ждешь, или ты хочешь, чтобы я молился, как ты, то есть вот так же, как я, а у меня другой стиль, у меня другой подход, иногда другой стиль мы называем, и мужчина это чувствует, что мы его чуть прессуем, и поэтому он себя не реализовывает, как священника, и потом это, знаешь, по чуть-чуть-чуть удыхает, и получается пробуждение из нашего дома уходит, но когда опять же женщина возвращается в молитвенную комнату, она начинает молиться, и Бог мне сказал, прими его лидерство, а я говорю, Господь как? А он говорит, а ты его не прессуй, вот он помолился, вот за тебя вот так, Господи исцели ее, а я же как хочу, ты помолись, как на служении, во имя Иисуса, ты исцеляющая, слово пророчества, а дома он обнял, знаешь, меня так к своей груди, руку положил на меня, и говорит, Господь, исцели мою жену, и мне кажется, это мало, мало, и что он чувствует? Мало лидерства, она что-то от меня хочет, и что он делает, вместо того, чтобы давать больше лидерства, он закрывается, он закрывается, и не хочет тебе вообще никакого лидерства давать, не потому, что он духовно слабый, и вот так многие жены, они своих мужей, и пробуждение уходит из нашего дома, а что происходит? А когда ты просто сама возле кровати склоняешься, как ты говоришь, и начинаешь молиться, и говоришь, Господи, начни это пробуждение с меня, не с моего мужа, и Бог начинает, и муж видит, ты молишься, ты его не прессуешь, ты ему не упрекаешь, детей тоже ни за кем не гоняешься, никого не упрекаешь, и что они начинают делать? И потом, давайте помолимся вместе, они хотят с тобой молиться, потому что они не чувствуют, и что происходит? Перемены приходят, пробуждение приходит в семью, и это очень-очень такой важный момент, он практический момент, как мы можем увидеть эти перемены, потому что время поменялось. Время очень сильно изменилось. Просто вот сезон изменился, все, вот как вот было лето, и стала зима, и ты, ну как бы, хоть одевай шорты, но уже если зима, уже понимаешь, уже в шортах ходить просто некомфортно, вот точно так же, сейчас изменился сезон, все готовится к последней жатве, все снаряжения, всех, кого Бог будет снаряжать, Он снаряжает всю церковь, не служителей, всю церковь, и каждую семью к последней жатве, это мое откровение, и поэтому, если мы понимаем сезон, мы понимаем, что нужно в нем делать, что сейчас время не бегать и только искать, границы закрыли, куда же я поеду отдыхать, да я сама не против куда-то поехать, я не против этого, но сейчас время постов, молитв, и конкретно видеть, и разуметь, что нам делать лично, как в семье, потому что никакой служитель, и церковь твоя, она тебе не будет говорить, вот так делать, ты сам за свою семью ответственный, то есть если ты не пробужден, ты не можешь идти за толпой, все туда бегут, и я туда побегу, все этого проповедника слушают, и я буду его слушать, у тебя должны быть личные отношения со Христом, а что если будет, как первоапостольская церковь, и мы больше не имеем, кто нас наставляет, наставников, у тебя есть наставник Господь, у тебя есть наставник Дух Святой, а если у тебя не были построены отношения с Ним заранее, уже во время кризиса поздно их строить, ты уже опоздал, поэтому 10 дев пример для нас, и 5 неразумных, в чем была их ошибка, потому что они не строили отношения со Христом заранее, пока они начали уже там строить, искать масло, пришли уже поздно было, понимаешь? Ну, я думаю, что пока еще не поздно, давай скажем всем, что у нас еще есть время для того, чтобы проснуться и запастись этим маслом, вот, именно вот в это время, и чтобы действительно у нас было с чем быть, и с чем жить, и как нашу семью дальше вести. И ты знаешь, вот то, о чем я хотела немножко ранее сказать, это то, что мне все-таки открыл Господь для женщин вот этого сезона и этого времени. Бог очень сильно хочет использовать женщину сейчас, то, о чем мы с тобой говорим, это мы просто в одном духе с тобой сейчас это говорим, и Бог поднимает женщин, но есть одно, один очень важный момент, то, что мне Бог сказал, что без внутреннего исцеления женщина, его Божья женщина, говоря Божья женщина, я, конечно, имею в виду всех дочерей Божьих, она не может войти в эту последнюю жатву и собрать ее в той полноте и в том изобилии, в котором Бог хочет это сделать. То есть вот эти, знаешь, почему они не могут встать, женщины, почему вот это, как ты говоришь, спячка, почему вот это лень? Одна из причин, и, наверное, одна из самых важных причин, это внутренняя сердечная боль, которая заполняет ее сердце, потому что мы знаем, ты знаешь, ты женщина, я знаю, я женщина, что нас очень легко ранить на уровне сердца. Мужчина оценивает ситуацию разумом, он оценивает ее логикой. Мы женщины, просто наши сердца, они настолько чувствительны, поэтому мы настолько чувствительны к Духу Святому, наверное, и самое такое большое поражение, которое дьявол наносит женщине, это через ее сердце, через ее эмоции, через отверженность, через непрощение, через обиду, знаешь, через моральное там или физическое насилие, но все вот эти слои, вот этой боли, которая заполняет, все эти глыбы, все эти камни, знаешь, которые просто забивают этот источник, потому что, как в Слове Божьем написано, больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него помоги мне, источники жизни. А какая жизнь может идти из этого источника, если этому источнику самому нужно исцеление, если этот источник сам должен быть еще откопан, чтобы эти большие-большие валуны были отброшены из этого сердца. И вот я просто, я вот сейчас из Сакрамента возвращаюсь в Сиэтл, и буквально на следующей неделе буду служить на женском ретрите, и вот это одна из тем, которой я буду служить, это внутреннее исцеление. И поэтому, ты знаешь, я знаю, что у тебя есть чем поделиться, то у тебя тоже есть откровение для этого сезона, для женского сердца, и я хочу очень сильно, чтобы ты поделилась им сейчас. Да, это вообще потрясающая тема о внутреннем исцелении, потому что вот это есть одна из подготовок, как мы можем себя подготовить к этому новому времени. Мы должны быть здоровы, знаешь, здоровый, исцеленный дух, здоровое сердце, никаких ран на уровне души, на уровне сердца. Да. Пожалуйста, Олечка. Поэтому, когда женщина уделяет время этому, и вообще, ну это не только женщине, ну мы сейчас как бы больше говорим о женщинах, потому что мы женщины, но на самом деле это нужно каждому. Просто что мужчина, может быть, он не всегда так легко раним, но это не значит, что они не ранимы. Ну просто эти раны, они получают по-другому, и даже исцеляются по-другому. Поэтому как бы исцеление, внутреннее исцеление для мужчины, оно происходит немножко по-другому, потому что как бы у женщины легче достать ее эмоции. А в исцелении очень часто участвуют эмоции, они должны участвовать. Если они уже закрыты, значит там уже реально есть проблема. И вообще, действительно, одно из вещей, вот как мы с тобой встречались, я тебе делилась, что Бог просто меня пробудил во сне, и во сне я услышала, как я вот, ну как бы, говорю, Господь, ты поднимаешь в это время Наимине, и ты поднимаешь в это время Руф, Руфи. И я вначале даже не поняла, почему во сне я об этом говорила, ну как бы, что Бог это поднимает. И потом Бог меня вот всю эту неделю ввел в историю Наимине и Руфи. Ну как бы, вообще-то это книга Руф, где описывается история Наимине. И вот именно там та женщина, смотрите, которая не была там каким-то, ну как вот, Девора, призванная Богом. Это история самой обыкновенной семьи, даже не семьи священников, как там Елизавета и Захария. Самой обыкновенной семьи, которая просто знала Бога, служила Богу. И что происходит с женщиной, когда ее сердце, оно ранится. Я очень быстро пробегу по этой истории, потому что у нас очень мало времени, чтобы коснуться главных моментов, что как важно исцеление, что когда у человека сердце не исцеленное, особенно женское, ты не можешь слышать Бога. И очень часто женщины говорят, я не могу слышать Бога. Очень часто, потому что они не научены слышать Бога. Либо же есть раны, которые закрыли настолько, что они боятся даже услышать Бога, потому что у них неправильное представление, кто Бог есть. Потому что когда человек ранен, он ранит других, и он всегда закрывается, чтобы никто ему, в его сердце больше не принес раны. И мы видим, что эта женщина вместе с своим мужем, они переехали в другое место. То есть как бы не в своей стране, они переехали в другое место. И там случилось в ее жизни столько беды, в начале умирает ее муж. Мы не знаем, от чего произошло это. Библия нам не указывает это. Потом женится ее, или может быть, они сразу женились. Мы не знаем, в какой поочередности это было. Но умирает ее муж, умирают ее сыновья оба. И остаются только невестки. И можно сказать, эта женщина, ну вот представь, да, вот я даже не могу представить жизни без моего мужа. Ну как бы, да, он для меня не идол. Да, я благодарю Бога, Господь Бог есть номер один в моей жизни. Но потерять мужа, это большая трагедия. Это трагедия, которую мало кто может понять. А потом еще умирают два сына. И представь для нее, как женщины. То есть она о сыне, я сама не может позаботиться. Теперь нету ни мужа, который может о ней позаботиться. Нет ни сыновей, которые могут о ней позаботиться. И остаются две невестки. И плюс, которая даже не из ее народа. Которые муавитянки, понимаешь? То есть они были воспитаны даже в другой культуре. И что я этим хочу показать? Что у нее реально были глубокие раны. Глубокие раны. И кажется, а что же произошло? И она даже, мне кажется, в этот момент, читая эту историю, я вижу, что она даже не способна была принимать какие-то правильные решения. Она была настолько вот в этой боли, потому что дальше даже мы читаем, когда она уже вернулась, как она говорила, люди все, вау, Наиминь, вернулась. А люди, люди радовались ее приходу. А она говорила, она говорила, что вы меня Наиминью называете? Я вообще, у меня имя уже другое. Я Мара. Ну то есть, вот эта горечь, то есть это не просто было неправильное исповедание. Это горечь, это боль. Она просто кричала. И вот когда ты общаешься с людьми, я часто вижу, вот особенно, что сейчас в теле Креста, как женщины страдают, потерянные взаимоотношения с мужьями, потерянные отношения с детьми, и это большая боль, большое горе, когда люди теряют детей, либо умер, либо еще куда-то. И не всегда, потому что они что-то делали не так. Просто дьявол угнал, у них не было духовной силы. Или даже иногда это просто испытание. И вместо этого, чтобы у женщины была сила бороться, если ты замечала, иногда женщина, вместо того, чтобы она начала поститься, молиться, провозглашать обетование Божие, она начинает унывать, она начинает закрываться. Еще самоосуждение приходит в этой ситуации. Знаешь, что во мне проблема. Да, может, я не домолилась, а может, я что-то не сделала. И может быть, это и правда, но это не меняет ситуацию. Если ты себя начнешь угнетать, то ты сама себе причиняешь боль. Не только другие люди нам причиняют боль, а причиняем боль мы иногда сами себе, что мы не принимаем себя, что мы берем на себя ответственность и боль тех времен, которые нам не надо нести. Иногда это просто испытание. И что мы видим, произошло с этой женщиной? Самое первое, как получить исцеление, что я увидела с этой историей, что она начала возвращаться оттуда, откуда были ее корни. Это Вифлеем. То есть это означает то, что там именно, мы знаем, что все эти беды случились с ней на полях моавицких. А моавицкие поля – это прообраз не Божьего призвания. То есть это не была территория Божья. И что делает эта женщина? Ей хватило вот этого правильного решения, что она понимает, самое первое, как восстановиться, это вернуться оттуда, откуда ты ушла. И самое первое, откуда мы должны вернуться, опять же, возвращаемся туда, о чем мы начали в самом начале. Женщина должна вернуться в место, там, где есть питание для ее духа. Присутствие Божье. И она принимает решение наимень возвращаться куда? Не просто вот где-нибудь, где ее не знают, а откуда она пришла. А мы все пришли от Бога. Даже если нас кто-то смотрит, кто никогда не был с Богом, он все равно от Бога, он просто еще этого не знает. И она принимает решение вернуться в присутствие Божье. Потому что исцеление начинается из отношений с Богом. Самое первое, где ты можешь излить свое сердце ему и сказать, Господь, я попала в такую ситуацию. Я реально признаю, что в мое сердце беда, что мое сердце раненое. А очень часто мы боимся это Богу сказать. Я когда проходила очень большие разочарования в моей жизни, они были. Я знаю этот путь. И мне казалось, если я Богу скажу правду, что я разочарована своей семьей, я разочарована своим здоровьем, что Бог меня, ну как бы, Он закроется ко мне. И я набралась смелости, потому что эта боль уже так ела меня внутри, что я понимала, что либо я приду к Богу и я открою себя, либо это меня разрушит. Я помню, я пришла, я сказала, Господь, я не виню тебя, я не хочу прозвучать, что я тебя обвиняю, но можно я просто расскажу тебе мое сердце. И когда я сказала, Бог, все не так пошло, как я ожидала. Вот все не так. В моей семье, как я ожидала. Все не так в моем здоровье. Я думала, наоборот, после сорока я расцвету, а в моей жизни пришли столько испытаний. И уже нет разницы. Пришли они от дьявола, по моей вине. Но все равно, когда я это Богу рассказала, и вот это ощущение, Его не передать, это словами не передать, когда ты думаешь, сейчас Бог, знаешь, вот просто скажет, да ты такая неверная, как ты можешь со мной так разговаривать, когда я Ему просто говорила, Бог, где ты был, когда эта машина врезалась в меня, и мой позвоночник теперь просто, знаешь, когда его обследовали, мне врач говорит, твой позвоночник тебе 45 лет, а твой позвоночник выглядит, что тебе 70. Ты понимаешь? То есть ты должна понимать, ну как бы, и ты смотришь и думаешь, Господь, это же не потому, что ты что-то делал, где ты был? Почему ты меня не защитил от этих моментов? И в этот момент я услышала голос Божий. И Бог мне говорит, если бы я там не был, ты бы сейчас была, не на земле, а в моем присутствии на небе. Это моя рука спасла тебя от смерти. То есть как бы, вместо того, чтобы услышать обвинение, Бог любил меня, Он принимал меня, и вот это самое первое, что мы должны перебороть в себе, вернуться в то место, где Бог может нас восстанавливать. Это прийти и открыться перед Ним, просто признать Ему, сказать, Господь, я ушла с того места, с того места, где у меня был мир с тобой, и эта боль, она меня закрыла от тебя. А сегодня я через эту призму открываю мое сердце, и я прихожу к тебе, чтобы ты начал работать с моим сердцем. И тогда что Бог начинает делать? Он начинает исцелять твои эмоции. Он начинает поднимать все эти моменты и просто забирать, но их нужно отдать Богу. А чаще всего, когда мы ранены, мы все это прячем внутри себя. Я не знаю, как у тебя так же. Мы все это закрываем через призму, и мы не хотим, чтобы что-то Бог это делал в нашей жизни, но он делает. И я смотрю, что в этой истории на имении Руфи, что важную роль в жизни на имении ее восстановления и исцеления также сыграли ее невестки, но в особенности Руф, потому что она была с ней рядом. И тогда, когда, может быть, знаешь, когда человеку очень трудно, ему надо кто-то рядом, не который бы его учил. Смотри, эта молодая девушка, она просто была рядом. Она говорила, твой Бог будет моим Богом, твоя боль, твоя страна будет моей страной. Ты можешь сказать, да у меня таких людей нет. Они есть. Просто мы их иногда отгоняем, потому что мы очень больны в сердце. У каждого человека есть Руф в ее жизни, ее подруга. Может быть, просто мы их отталкиваем, потому что мы не способны их принять. Но точно так же сделала Найми. Если мы читаем эту историю, она говорила, что вы пойдете, я вам ничего больше не могу дать. А Руф говорила, нет, твой Бог будет моим Богом. Куда ты пойдешь, туда я пойду. Она просто была рядом, она просто заботилась, она просто собирала эти колоссия, она приносила эту еду. Что очень важный момент, я считаю, что очень важный и духовный момент, и также момент, когда мы разрешаем, чтобы Бог привел в нашу жизнь, и Он использует людей, которые бы нас любили, и мы почувствовали, что мы кому-то нужны. И человека сердце оттаивает. Иногда, когда ты с ним просто общаешься, он начинает изливать свою боль, и освобождение происходит. Происходит освобождение. И тогда, когда уже человек готов, чтобы Бог сделал более глубокую операцию, вот здесь происходит уже момент, когда Бог посылает твою жизнь служителей, или слово знаний в церкви, и где ты уже готова, чтобы кто-то тебе послужил. Но когда твое сердце так ранено, что ты не готова, я вот помню, иногда выходят люди наперед, и ты видишь, что их кто-то прям привел. И человек стоит, он так сжался, он боится любого слова, любого пророчества, потому что ему кажется, а сейчас Бог его, как знаешь, сковородой по голове, потому что раненое сердце, оно боится еще ран. Но я поняла точно, что Бог исцеляет свою любовь, а любовь нужно быть способным принимать. Ее нужно быть способным принимать. И когда вот есть в жизни люди, которые тебя окружают вот этой заботой, твое сердце начинает открываться, чтобы ты мог принять, и тогда Бог уже делает глубокую работу, как на вот таких ретритах или встречах личных, и ты туда можешь посылать просто Божью любовь. Мне вот Бог показал, что прежде чем человеку служить внутреннем исцелении, очень важно ему явить любовь. И очень часто вот мои сессии, когда я встречаюсь с людьми и вижу, что у них глубокая рана, я просто ему говорю, расскажи мне свою судьбу. Иногда первые встречи, это могут быть часами, но вот это человеку очень важно, что ему важно, чтобы кто-то его выслушал, где он бы мог просто рассказать свою историю, как он это видит. И тогда что происходит? А, кому-то интересно в моей истории. Человек открывается, и тогда, когда ты уже человека, начинаешь ему не просто служить, освобождая его от боли, а посылать туда любовь Божью, посылать туда нежность, посылать туда присутствие Божье, и ты чувствуешь, Божья благодать начинает сходить, сердце открывается, открывается, и только тогда Бог может туда войти и все это исцелить, и принести все новое. И это то, что мы видим в жизни, в жизни произошло на имени. И как мы можем знать, что человек ранен? Еще один из моментов, как на имени, заметь, как она говорила, не называйте меня так. Он начинает проклинать свою жизнь, он начинает говорить неправильные вещи. И очень часто мы, как в церкви, ты заметила, как только мы видим таких людей, которые агрессивные, против проповедей, в Фейсбуке. Я теперь это научилась понимать. Я этих людей не осуждаю. У меня только к ним сострадание. Я понимаю, что человек ранен. Он ранен, и поэтому он так реагирует. И чем больше он агрессивный, тем больше там боль. Он скрывает свою боль за вот этой агрессивностью. И поэтому, когда женщина становится такой резкой, даже отчасти какой-то жесткой, что не есть ее натура, это то, ее не нужно учить, ее не нужно говорить, ты такая, ты всякая. Нужно понять, у нее есть боль. Значит, где-то она не получила любви, может быть, от мужа, может, она даже никогда не познала Божью любовь. И ее, все, что ей нужно, это ввести ее к присутствию Божьему, где бы она узнала, кто она в Боге, как Бог к ней относится. И вообще исцеление начинается с отношений с Иисусом. Потому что, когда женщина исцелена, она научится ценить свое исцеление и не так легко уже даст ранить кому-то из своей семьи. Потому что теперь я знаю цену. Вот когда я прошла внутреннее исцеление, я знаю цену. И когда даже что-то, муж или дети что-то скажут, я себе говорю, Ольга, ты мудрее, чем это. Я выбираю сейчас, я сама с собой разговариваю, я выбираю сейчас простить. Как бы это ни звучало, что мне обидно, я хочу, чтобы они попросили. Потому что я знаю, что такое жить в боли. Эта жизнь ужасная. Я выбираю прощать, потому что я уже знаю цену исцеления. И поэтому это очень такой важный момент, мне кажется, насколько важно, почему так важно пробудиться. Потому что на наших служениях, на наших молитвах, в наших домах должна быть атмосфера любви. Должна быть атмосфера исцеления. И когда мы готовы служить, и есть вот эта атмосфера любви, Бог начнет снаряжать свою церковь. Он начнет снаряжать ее. И мы смотрим, что произошло в жизни Наимине. Что Наиминь, она восстановилась, и она остановилась, это был процесс. Восстановление, исцеление — это процесс. Это не одна встреча, это не одна молитва, это не одна молитва в присутствии Божьем. Это процесс, который Бог делает. Согласись, да? Это процесс, который Бог делает в твоем сердце. Но потом мы видим, как окончилась ее судьба. Она окончила очень хорошо. Она сумела эту девушку-моавитянку, можно сказать, привести ее к пути, где она переродилась и стала в родословную линию Иисуса Христа, стала замечательной женой для Вооза и через ее потомство. То есть по израильским стандартам она никак не могла стать. Но над ней трудилась не Израиль, над ней трудилась Наиминь, потому что они друг к другу, они стали благословением. И вот это то, что происходит, что часто, когда мы кому-то служим, потом эти люди могут быть благословения для нас. И точно как бы происходит вот этот обмен. Я верю, что в это последнее время Бог хочет нам, как церкви своей, послать вот то, что написано в Иоиле. Знаешь, мы всегда читаем вот эти местописания Иоиля, вторая глава, да? И говорим, последние дни Бог изольет от Духа Своего. А Бог вот на этой неделе начал говорить ко мне, Он говорит, читай сначала главы, что будет до того, как я изолью, то есть то, что я пообещал. Вот если ты читаешь 28 стих, ты можешь зачитать его. Да, как бы мы читаем 28, и будет после того. И вот как бы мы всегда и читаем ударение, делаем, что написано после того. Подожди, а после чего? После чего будет? Ну, надо читать всю главу. Это замечательная глава, я ее просто обожаю. Но перед этим здесь написано, 15 стих, вострубите трубою на Сионе, назначьте пост, объявите торжественное собрание, соберите народ, созовите собрание. И Он здесь говорит, между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят, пощади Господи народ твой, не придай наследие твое на поругание. Когда мы имеем неисцеленное сердце, мы разрешаем дьяволу издеваться над нами. Он делает нас посмешищем. И здесь Он говорит, каждый священник в своем доме, каждая мама пусть подымется, пусть назначит пост, молитву. И здесь мне нравится, что дальше написано. Вообще потрясающая глава. И здесь Он говорит, и тогда возремнует Господь. То есть когда возремнует Господь? Когда Он увидит, что мы проснулись. Мы увидели свое состояние и сказали, Господь, должны прийти перемены. Все. Деценав. Я не буду больше сидеть в болях. Мои дети не будут служить дьяволу. То есть внутри нас, и когда ты просыпаешься, первое, что ты хочешь делать, это молиться. Это поститься. И потом Он говорит, и возремнует Господь, и ответит Господь, и скажет народу своему. Смотри, как Бог ответит, и как Он нас приготовит к излиянию Духа Святого, Его Дарова. И Он говорит, и ответит Господь, и скажет народу своему, вот я пошлю вам хлеб, вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. Что Он даст? Он говорит, дам хлеб, дам вино, и дам елей. Для меня это хлеб, это откровение, это рема для твоей жизни на этот период. Вино — это радость, даже среди всех испытаний, трудностей. И елей — это свежее помазание. Мы говорим, подожди, это будет в 28-м стихе? Нет, до этого. И потом дальше мы читаем, сколько Бог призывает к радости. А радость может быть там, где есть исцеленное сердце. Раненое сердце, оно не может радоваться. Но смотри, вначале Он даёт не вину, а вначале даёт слово. Он говорит, вначале я даю хлеб. И это очень важно, чтобы мы просто посылали это слово как служителя и говорили, что пришло время для твоего исцеления. Пришло время. Вот это то, о чём я сегодня с женщинами говорю. Вот реально. И мы с тобой немножко об этом говорили, что важно делать такие ретриты, встречи, выездные служения, где бы мы служили женщинам в исцелении. Они будут возвращаться в свои дома, и они будут лучшими жёнами. Не потому, что они должны, а потому, что это их nature, это их сущность, потому, что они исцелились. Женщине не нужно стараться быть хорошей мамой и женой. Это заложено в ней. Это заложено в ней. Это заложено Богом. Только дьявол приносит раны, и через это он, можно сказать, портит её имидж внутренний. И она из-за того, что она не удовлетворена себя, собой, и она смотрит на себя через призмы своих ран, она уже не может жить в этой сущности. И поэтому, когда мы напоминаем, нет, Бог имеет для тебя, это время твоего исцеления. И когда ты постоянно повторяешь, я заметила, вот тогда люди приходят. Вот когда я начала это говорить, что Бог хочет тебя иметь здоровой, Он хочет, чтобы ты была здоровая эмоционально, потому что многие женщины стесняются этого. Они думают, если я приду, они подумают, я жалуюсь на мужа, я вся такая, знаешь, чем-то жалуюсь. Они думают, что только у них это проблема. Но все проходят через это. И стыдно оставаться в состоянии боли. А когда ты бежишь к Богу и открываешься, ну, конечно, не всем надо бегать открываться. Если человек не знает, как послужить внутренним исцелением, он может только раны тебе принести. Усугубить ситуацию. Да, потому что если он скажет, нет, это тебя бесы атакуют, это тебя то атакуют. Нет. Человек раненый, прежде всего, что я увидела, ему не освобождение нужно, а любовь Божья. любовь Божья, да. И потом, смотри, когда мы видим, народ вот это примет, вот после того, да, когда мы начнем жить Божьей радостью, Божьим словом, просить у него, жаждать нового помазания для этого сезона, тогда мы войдем в полноту, о чем написано в Иоиле, и будет после того, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение, и также на рабов, и на рабынь. Вот, что мне нравится, что обетование для рабынь, для нас, для женщин. Многие говорят, что там женщина, пусть сидит дома и варит борщи. Я и классно, и готовлю, я прекрасная жена, мама, и это не лимитирует меня, чтобы я могла быть рабыней Божьей, которую изливается Духа Божий. И это так мне нравится, он говорит, и зальет Духа. На рабов и рабынь моих. Потому женщина, она сыграет ключевую роль, важную роль в последнее время и последнее жатве. Я верю, что мы имеем огромнейшее влияние на наших детей. Огромнейшее влияние. Вот на этой неделе моя младшая дочь, она оканчивала школу, и так как из-за пандемии, ты знаешь, что graduation, все были онлайн. И для меня было такое свидетельство, когда ее попросили, чтобы она написала, кого она хочет поблагодарить, и квоут, то есть выражение, которым, ну как бы слоган, которым она живет в последнее время. И когда вышел слайд, ее учитель сказал, Джойс написала такой слоган, и я читаю, что жить не реальностью, но своей identity, и подписано, так меня учила моя мама. Но это мое выражение, потому что я много проповедовала об identity, то мы в Иисусе. И я посмотрела, и я просто расплакалась. Я поняла, что да, у ее в доме, в нашем доме священник муж. Я просто ему помогаю. Но я увидела, какое влияние я имею на свою дочь, на своих детей. И насколько она слушает то, о чем я говорю. Насколько она слушает то, видит, чем я живу, что кто я в Иисусе. Она слышала мои молитвы, когда я говорила, я призвана быть служительницей Божьей, я поднимаюсь от этих ран, я поднимаюсь от болезней, я поднимаюсь от смущения, я свергаюсь. Она видит, как я молюсь перед эфирами. И она слышала меня, как я это не однажды, много раз говорила, что я живу моей identity, а не моей реальностью. А моя identity, то есть моя сущность, что я здорова в Иисусе. Мой позвоночник, он здоров. Я исцелена от ран, я свободна от страха. И она это запомнила, это стало ее слоганом. Поэтому каждая мама, она имеет огромнейшее влияние на своих детей. И поэтому, когда я говорю ключевую роль, я имею в виду, что дети заражаются силой Божьей не только в церкви, когда они слушают проповеди, а когда они приходят домой, и мама говорит, сынок, ты призван. Не делай эти гадости, вот как я говорю своему сыну младшему, не избирай, это не твой уровень таких друзей, потому что ты призван к большему. И знаешь, и когда он приходит в церковь, и там ему это говорят, и дома ты ему это говоришь, понимаешь, вот это юнити, вот это единство, оно принесет перемены. Поэтому я верю, что как никогда раньше Бог хочет, чтобы каждая женщина, она исцелилась, она снарядилась, она наполнилась словом. И для этого, я вот общаюсь с разными женщинами, я вижу просто вот это целое поколение женщин, которые не имеют никаких титулов в церкви. Знаешь, и они живут словом. Я просто вижу, как Бог приготавливает церковь и народ Божий к излиянию Духа Святого, где мы будем видеть такие чудеса, такие знамения. И это приближается. Я просто это чувствую в Духе. Это приближается, и скоро очень много чего изменится. Церковь, она не будет в поражении, она не будет посмешище, она будет ходить в славе. И церковь — это мужчины, и женщины, и наши дети. Аминь. Вот этим я живу, и поэтому мое сердце готово, и я, ну не то, что, ой, я все знаю, что я делаю, мое сердце готово, когда люди приходят и говорят, помолись, послужи мне. И я, когда я рассказываю свидетельства, как Бог освобождает людей, чтобы сеять веру, что есть освобождение, есть исцеление для души. И это очень сильно, очень сильно. Ты знаешь, когда я, до того, как я вот пришла к Богу, когда я встретилась с Богом, это я, я была, наверное, одна большая ходячая рана. Знаешь, и меня Бог исцелял, меня Бог поднимал, меня Бог очищал, освещал, просто восстанавливал мое сердце, потому что у меня раны были с самого раннего детства, включая мою юность и дальнейшие годы. Поэтому надо мной нужно было им очень много поработать, потрудиться. И уже когда я получила эту свободу, когда я получила это исцеление, когда я получила уже, знаешь, обрела этот здоровый исцеленный дух и исцеленное сердце, и сейчас это то, чем я служу женщинам. Потому что я знаю эту боль, я ее чувствую, я ее осезаю, когда со мной рядом эта раненая женщина, и когда у нее болит, когда у нее кровоточит, когда она просто вот ниже плинтуса ее кто-то опустил, знаешь, дьявол прошелся по ее жизни широкой вальяжной походкой, и она вся больная, ей все болит, ты куда ни дотронься, у нее везде все болит. Поэтому ты знаешь, вот такие женщины, как ты, сильные, исцеленные, здоровые в духе, имеющие помазание, я служу этим служением, и я думаю, мы сегодня обращаемся ко всем женщинам, служителям, и известным, и неизвестным, потому что у Бога нет неизвестных, у Него все известные, у Него все, как говорится, Он знает каждую из нас, и Дух Святой, Он не разделяет, вот тебе я дам больше, тебе я дам меньше, чтобы ты служила здесь этим больше, этим меньше, нет, и каждая женщина, которая двигается, мы просто, я чувствую, чтобы, знаешь, зажечь, и поднять уже тех, кто здоров, чтобы мы шли и служили тем, кому еще нужно это выздоровление, кому еще нужно это исцеление, чтобы душа была исцеленная, чтобы сердце было в порядке, и чтобы мы, уже как мы начали с этого, да, что мы в том влиянии, на той площадке, на которой нас Бог поставил, в том окружении, в той, вот, и чтобы мы там шли и влияли, и как ты говоришь, что это процесс, но у каждого он процесс свой, для каждого нужно свое время исцеления, для каждого нужен свой период, кто-то быстро, кто-то медленнее, знаешь, кому-то достаточно одной встречи, кому-то с кем-то нужно встречаться на протяжении какого-то периода времени, чтобы человек полностью принял эту свободу для себя от Господа, да, и еще такое, знаешь, у меня вот возникла такая, такая важная, мне кажется, мысль, это соперничество, знаешь, или больше, наверное, принятие друг друга, что мы, как женщины разных возрастов, разных поколений, даже если мы возьмем этот пример, Елизаветы и Марии, да, они обе были беременны, они носили в своем чреве, и это как, может быть, такой прообраз, что мы сейчас носим в своем чреве этих духовных, это служение, или этих духовных детей, когда мы встречаемся друг с другом, Елизавета была в летах преклонных, Мария была совсем юной девушкой, но они встретились, и они почтили друг друга, и в это время их встречи, сошел Дух Святой, сошло помазание, и взыграл этот младенец, и мое желание, чтобы мы вот были этими, знаешь, как переливались из сосуда в сосуд, служили в дарами, какие есть у нас друг к другу, чтобы этот огонь Божий, он просто горел над нами, и, наверное, мы обратимся сейчас к нашим телезрителям, или телезрительницам, которые нас смотрят, чтобы, Ольга здесь в Сакраменто, да, ты служишь здесь, то есть, если кто-то, если вы находитесь здесь, локально, вашего сердца, просто коснулось это слово, и вы переживаете боль, и вы переживаете какую-то, может быть, потерю даже самой себя, или вы потеряли какого-то близкого человека, или, может быть, у вас какие-то раны внутри вашего сердца, которые тянутся из вашего детства, которые вы, может быть, посещаете какие-то конференции или служения, и это вам дает какую-то временную отдушину, но потом вы возвращаетесь домой, и обстоятельства, и эта боль, она снова поднимается, и ваше сердце продолжает болеть, и вы видите, что нет плода в вашей жизни, ни духовного, ни физического, я, наверное, посоветую тебя, Олечка, или если у вас есть локальная церковь, обратиться к пастырям, к служителям, или вот к Ольге, для того, чтобы просто Бог коснулся вас, Бог хочет вас исцелить, чтобы вы знали то, о чем Ольга говорила, он не будет бить палкой, он не будет укорять, он не будет осуждать вас, он хочет вас исцелить, поэтому откройте свое сердце, откройте себя для Божьей работы, для работы Духа Святого в вас, я живу в Сиэтле, в Эре Сиэтла, поэтому вы можете тоже сконтактировать со мной по имейлу, или это www.oneglobalhoke.org, или как-то другим найти, другие источники по социальным сетям, или может быть кто-то вам передаст мой контакт, я открыта также, чтобы вам послужить, чтобы быть этим проводником Божьей любви, которую он так хочет излить ваше сердце, и благословить вас, и вашу семью, и тех, кто рядом с вами, и это желание наше, и это то, почему мы здесь сегодня, да, Ольга? Я хочу обратиться сегодня к тем, кто смотрит нас, и хочу сказать, что не бегите к человеку прежде всего, бегите к Богу, скажи, Господь, пошли мне человека, который сможет мне помочь. Это то, как я получила полное восстановление. Вначале я просила, чтобы Бог показал мне человека. Это был вообще не тот человек, к которому я думала, что я приду. Это очень важно с этого начать. Второе, что вам очень важно понимать, что Бог ждет, когда, и Он уже готов вам помочь. Помощь уже есть, ответ уже есть, и Бог вас не осудит, Он только обрадуется. У него будет праздник, как был праздник у отца, когда Он увидел, его сын возвращался в лохмотьях, вонючий, в ранах. Но отец радовался. Почему? Потому что он хотел его обнять, излить свою любовь, и переодеть его, и исцелить его. И точно так же Бог хочет изменить вашу жизнь. Им Богу выгодно, чтобы вы были здоровы. Он не будет вас осуждать. Если вы пойдете к правильному человеку, то Бог восстановит вас. Вы не почувствуете осуждение. Он пошлет вас в те руки, которые будут знать, что с вами делать. И это будет, если Божий человек, вы не пойдете к нему как к человеку, но пойдете как к ответу от Господа. Мы благословляем вас. И сейчас молимся, чтобы Бог просто помог вам сделать этот шаг, прийти к нему, и чтобы вы реально, как наиминь, знали, что ей нужно вернуться в Вифлеем, чтобы вы знали, куда вам пойти, чтобы пришло восстановление. Мы благословляем вас. И посылаем мир и любовь Иисуса Христа в ваше сердце. Там, где вы есть. Ваше больное и раненое сердце. Мы посылаем туда любовь Иисуса Христа. И мы знаем, что Бог начатое в вас дело совершит до конца. И вы восстановитесь, вы снарядитесь и будете сильным орудием в Божьих руках для Его славы. Аминь. Аминь. Драгоценная. Мы благодарим вас. Мы рады были быть сегодня в ваших домах. И просто получать это благословение. Вы на своем месте. Мы здесь вместе. Оленька, спасибо тебе. Спасибо. За эту возможность вместе служить для Божьих женщин, для избранных, как я уже начала эту программу, спасенных и имеющих призвание от Бога. Потому что нет непризванных в Божьем Царстве. Им все призваны. И Он желает, чтобы это призвание у каждой из нас, оно просто было раскрыто и приносило эти обилия этого, обилия духовных даров. Драгоценная. Мы благодарим вас. Мы снова и снова мы благословляем вас. Ваши дома, ваши семьи, ваших детей, ваших мужей. Пусть просто полнота Божьих откровений. Пусть его радость в Духе Святом. И этот момент встречи с правильным человеком, как мы сегодня сказали, и с самим Господом, с Духом Святым, он состоится в вашей жизни во имя Иисуса Христа. Будьте благословены. Будьте благословены, дорогие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров Н.Алекс